Нет, секунду, дайте мне сказать. Ну и что, они на кого работают так же? Я один вопрос задавал. Как вы собираетесь привлечь 73% которые не доверяют ни одной парте? Ответьте, пожалуйста. Вы? А вы? А вы? Адитировать надо, адитатуру. Я вам отвечу, я вам правда рассказывал уже, да, он такой с национальным колоритом, но нормально. Вымирают старые евреи, да, и вокруг собралась семья там, и говорят, ну перед уходом в лучшем мере, вот у тебя чай всегда хорошо получился. Расскажи, как ты чай завариваешь? Он говорит, завар ты больше клавиш. Понятно, да? Понятно. То есть, да, мне все интересно, там Николай Николаевич, вот что вы, Николай Николаевич, должны сделать для России, чтобы она там расцветла? Да я один ничего не сделаю. Там семьи пятей волки. Ну просто, вот вы скажите, давайте, за кого мы будем сейчас все здесь, за кого мы будем агитировать? Сейчас мы выходим и говорим, все, агитируем вас за Жириновскую. Николай Николаевич говорит, что он будет здесь. Повторяю, переговоры закончатся на этой неделе. Нет, я ничего не верю. Нет, и мы тогда... Вы говорят, как агитировать? Я поэтому и говорил, вы скажите, за кого мы будем агитировать. Вы поймите еще раз, в любом танце есть два человека, я и другие партии. Вот как только мы с кем-то договоримся на самых приемлемых для наших и кандидатов условиях, чтобы было полегче, чтобы они не мучались там все. Конечно, мы объявим, мы объявим конкретные фамилии, мы займемся формированием, ну, обычную инфраструктуру, то есть выбранных штабов, но агитация-то один, Платошка не сделает. Платошка ведь не обойдет, там, я не знаю, все подъезды там. Давай, 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 мы агитируем, второй народ нам верит, и они знают вас, это одно. Ну, если я сейчас приду за дюкану и говорю, что вот он шикарный, если мы его 20 лет видим, то что нам говоришь, что? Ну, и как я буду выглядеть? Ну, смотри. Это мне народ говорит. Причем тут вообще сюгановка, я не понимаю. То есть у вас может быть кандидат одномандатник, от которого народ был балдел, понимаете? Мне, честно говоря, кажется, что если человек достойный, вот они увидят там, ну, как меняют, он тоже приходит на встречу, сидит, отличный мужик. Да они в десятый раз спросят, с какой-нибудь подбилетом. Им главное, вот они смотрят, программа нормальная, вообще человек честный, компетентный с виду, да? Я за него буду голосовать. Понимаете, мне же тоже говорили, целая индустрия опять развита, вот вы тоже, похоже, попались. Вот в Кабаровске подходили специальные ЛДПРовцы, такие нанятые, у них такой вопросничек был. На каждую встречу с людьми они сдавали одно и то же. Николай Николаевич, вот вы нормальный человек, как с виду вроде, а что вы с коммунистами связались? Они продали Советский Союз, первое. Зюганов продал выборы 96-го года. Я говорю, а Зюганов на выборы 96-го года сколько процентов набрал? Ну, я точно вот не помню, но... А продал Лебедь тогда, все. Ну вы что, забыли что-ли? Зюганов с Ельцином набрали примерно, да, нос в нос на первом туре, да, там что-то по 35 процентов. Зюганов даже чуть больше, по-моему. Ельцин 30, Зюганов 35, а Лебедь 20. И что потом было, его забыли. Когда Ельцин встречается с Лебедем, и Лебедь говорит, я, Дарусь Николаевич, помогаю голосовать за вас. Вот он и сдал всех на них. И вот эти Лебедевцы, ну, вот, кстати, Калашников, вот эти прогрессивные промышленники, они вот все из той вот когофиты, да. И Лебедь в обмен на место, помните, заместительный секретаря Совета Безопасности, сдал выборы. Ну, про Лебедя все молчат, да. И вообще все забыли, его там нет, и прочее. Зюганов слил выборы. Да я просто помню, что тогда большинство еще, во-первых, было много заездов еще. Ну, в 96-й год, еще все не нахлебались. Второй, Лебедь, помните? Ну, женщины обалдели все. Ну, генерал такие, вообще, я вам там, ну, красота. Ну, вы же тоже самое, медийные листья. Сейчас вылезет еще кто-нибудь, скажет, ну, не генерал, а, не старичок. Ну, да, ребята, вообще, понимаете, какой я весь, вообще, друзья там, замечательные, прекрасные. Голосуйте за меня. Ну, Платошкин, там, Путина считают сильным. А я считаю, понял, слабак. Все за меня. Проголосуют за него. Дальше что? Путин от этого слабаком станет. Ну, смотрите, мы уж сколько раз на эти грабли все, я уж не знаю, наступали. Да, вы сами Жириновский устроили. Да, Жириновский, вот, там, революцию устроим в стране, там, все стоят, еще что-нибудь устроим. Всех повесим, всех расстреляют, там, всех в Сибирь отправим. Как идет речь на голосование в Думе? Он с ними. Ну, народ у нас голосование не смотрит, что-то скучно, правда? Там, что-то на кнопку все нажимают. А вот эти вот все его пламенные речи, у меня что поражает? Он говорит, вы все холопы, вы все рабы, вот вам тысячи рублей. Народ стройными рядами за комедийную листью. Которых он просто унижает, вот, прям на Красной площади, понимаете? Не может кто-нибудь пойдет голосовать? Будет переговор, да. Пойдут, конечно. Смотрите, вот говорят за Живеновского, никто не пойдет. 12 процентов у него же. 12. А в Хабаровском крае вы видите. Потому что то же самое, там, всех парнем, там, все за русских, все за обидных. В результате, мне кажется, 20 лет уже люди должны понять. Нет. Николай Карлович, можно? Первый. Дмитрий Няновов, у меня такой, наверное, личный вопрос к вам. Такой, вот, главный урок вы для себя извлекли, вот, после той ситуации, которая с вами произошла. Да я бы не сказал, что он хороший, а я что, все же, да? Нет, нет, нет. Хороший, да. И вторичный, второй, главный на 2025. Условного срока, да? Хорошего. Фильм, помните, 17 мгновение весны, там, как посол папы в Швейцарии, там, его играет Владимир Козел, диктует секретарю, там, отчет Ватикана о встрече с пастором Шлаком. И мне все казалось безрадостно, пока я не встретился с пастором Шлаком. Поэтому, пастор Шлак, или светлый образ его, да, да, или светлый образ его. Ну, я думаю, что достали светлого образа, еще далеко, да, ну, какой урок, да, мать мне говорит, например, что ты связался, у тебя все есть, я же помню, я завтра еще работаю переофициально, ну, то есть мне завтра в университете, потому что у нас с судимостью, понятно, что все в университете за меня, и все все понимают, но формально по закону, закон есть закон, у нас с судимостью человек работал, преподаватель не может не искать, да, в доме можно сидеть с судимостью, такое вот, за воровство, потому что не вошло. Приговор-то не вступил закону силу пока. Ну, я же знаю наши суды, честно говоря, что-то вот, у нас оправдательных приговоров в стране 0,35%. Поэтому, ну, я как считаю, смотрите, то, что они меня арестовали, значит, они меня испугались. Это точно. Казалось бы, ну, кто я такой, там, в общем, да, там, Нежириновский, там, и прочее. А вот еще раз говорю, видите, они не могли увидеть, что создается с нуля некая общественная сила, абсолютно нормальная, законная, с которой трудно бороться обычными средствами политической борьбы, там, да, что вот они там такие, причем, а потому что мы с вами на Олигархе, у нас, что у меня, я думаю, что у вас нет там какого-то шлейфа за нами, понимаете, а вот мы сейчас его подвесим, будет говорить то, что мы скажем, как большинство наших политиков сейчас, понимаете, кому-то что-то всегда можно там сказать, ты там это потише. То, что со мной произошло, с одной стороны, вот, гаде урок, поддержка народа какая-то. По-моему, была, по-моему, была очень большая поддержка народа, конечно, я еще раз говорю, лучше бы энергия народа шла бы там не за моё освобождение, а за, там, скажем, освобождение всей страны, там, путём выборов. Ну, как получилось, так получилось. Поэтому для меня урок какой, я себя виновным никогда не признаю, потому что я ничего не нарушал. Да и в этом 99% страны, я думаю, уверенно, и включая самих там следователей, судей, всё они понимают. Поэтому задача какая для меня? Вы знаете, для меня ведь это не то, что медийная личность, как люди думают. Платошкин попал на телевизор, там, красота, зазвездился, значит, решил, что ему там всё позволено. Ну, он пишет это, прорастный пропагандист, а я с 91-го года душой болею, понимаете? У меня просто, ну, может быть, возможностей таких не было, понимаете? Я с тех пор, ни в моём случае, мне жаль, что они с моей стороны сделали. Мне жаль, что они из-под меня выдернули, да, со всеми её недостатками, которые были, конечно, действительно. Но я как представлю себе, всего деда, который сейчас мёртвый, да, который до Кенигсберга дошёл, вот он сейчас из Мальдива встал, мне ему как в глаза-то смотреть? 27 миллионов людей, за что погибло? За то, что у нас границы, Ивана Грозного, вот эти все могилы, которые оскверняют сейчас от Польши до Прибалтика, да, это, может быть, там, к носкам отношения не имеет, там, цвета колбасы и прочее. Но, знаете, иногда говорят, вот, знания умножают печаль. Может, в этом что-то есть. Я сильно печален, я сильно огорчён тем, что с моей стороной случилось по моей в том числе вине, не только по вине, по моей. Если я не смог этого предотвратить, я тоже виноват. И я, конечно, могу рассуждать, у кем я тогда был, там, вот, у меня там был 25 лет, я вообще ни при чём. А вот они, и это тоже моя вина. И пока у меня силы какие-то остались ещё, ну, я надеюсь, я эту вину хочу искупить. И я, знаете, вам что скажу, без всякой лести. Наше поколение сейчас на очередь. Ну, знаете, мы попали в тот разрыв, действительно, да. Когда, вроде, рушился Советский Союз, мы многие были ещё слишком молоды, да, для того просто, чтобы, может, что-то понять, и главное, чтобы ещё что-то сделать, да, потому что, вы помните, что тогда было, что-то всё менялось, вот так вот, с какой-то, там, калейдоскопической быстротой. Теперь мы с вами жили-жили 20 лет, наверное, в ожидании того, что, ну, как-то этот весь разгром заходится, ну, страна у нас снова вся вырастет, расцветёт. Не происходит этого, по-моему. Поэтому наша сейчас задача. Деды своё дело сделали, отцы сделали. Знаете, как мальчишки-бальчишки, помните, да? Сначала ушли деды, их побили отцов, братьев-старших. Это наша очередь. И я, по крайней мере, от этой борьбы, ну, там, я не знаю, что с вами случится ещё после апелляции и прочее, но, вы знаете, мне люди, многие говорят, да вы мне это подтвердите, пожалуйста, иначе мне совсем будет плохо, что выглядит Николай Николаевич, там, несмотря на весь этот беспредел, который с вами совершен, вы разбудили огромный пласт людей. Всё правильно. Который раньше не признался в поле. А если это так произошло, значит, урок положить. Николаевич, Николаевич. Вы все научились. Во-первых, вам надо ещё в Ярославль, в Иваново, да, ещё ехать далеко. Давайте ещё пару вопросов. Вы имейте в виду, что, конечно, когда мне подписывали ликвидировать, ну, если ликвидировать, и, конечно, я, так сказать, по возможности буду выезжать, наверное, в сопредельную область, ещё куда-то. Хотя, у меня, кстати, доказательства обвинения, Платошкин летал в Адату. Что подтверждается билетом, номер там. Платошкин летал в Самару. Что подтверждается. Это ужасная вещь. Самару, в одном самолёте. Давайте ещё пару вопросов. Ну, коротко, покороче. Кто-то не говорил что-то. Давайте. Вы как оцениваете работу, ну, вы же с Владимиром Максимом Шевченко в ЗАГС-АБРАЭТ? Я вот когда вышел, я что сказал? Что теперь я, как ни странно, насчёт уроков, да, я теперь в хорошей ситуации, потому что, опять-таки, они все, в основном, судят по себе. Платошкин, ну, он хочет, там, не знаю, вот этого поставить. Он хочет ещё. Я говорю, сейчас я ничего не хочу. Даже официально по закону я не имею права никуда баллотироваться. Следующие, там, 15 лет, если ничего не поменяется. Поэтому я сказал, вот меня, пожалуйста, меня можете, там, из всех этих раскладов, президентов, премьеров, там, пока вычут, дайте сделаем коалицию левых сил. Вот Зюганов, Миронов, Справедливая Россия, Шевченко, РПСС. Вот дайте я вас всех вот соберу за одним столом, и мы с вами наметим единых кандидатов. Вот это единство, понимаете, они просто вот ля-ля, там, медийные фигуры и прочее. А надо, чтобы все вот в этом округе за него. Вот здесь пока нет ответов. Тем более, Платошник ни на что не потендует, правильно? Он же не говорит так, ребята, чтобы я президент, иначе там ничего не будет. Грудинин, если он выставится в Государственную Думу, я думаю, что нет. Ну, дай бог, чтобы я ошибся. Конечно, поддержи. Разговора нет. Но пока, вот вы заметьте, да, я не знаю, я сидел там, интернет не слушал, но, по-моему, он ни единым словом меня не поддержал. Или было? Нет, я не слышал. Не слышал. Ни разу. Опять, предположим, на мне клин не сошелся. Возможно, мы с вами что-то не услышали, там, и прочее. Все может... А меня нет. Мы его еще не посадили. Да, его, вот, я что хочу сказать. Плевать там на то, что он говорил, не говорил, там, за платформу не суть делал. Но его, правда, по-моему, не слышат. Ну, я не знаю, по другим вопросам там. Не по моим, а вообще просто так. Но я что могу сделать? Я призываю его. Я призываю факты, куда-то баллокироваться. Я думаю, мы же поддержим его, правильно? Но мы с вами же не можем заставить его это сделать. Знаете, у англичан есть такая поговорка там. Можно подвести коня к реке, но заставить пить его нельзя. Ну, так и здесь, понимаете. Если он, ну, не хочет никуда, баллокироваться, что сделать? Ну, тогда все. Можно попытаться убедить, там, но с другой стороны... Я обиделся, что если человек, ну, назовем-то так, не хочет, опасается. Ну, а зачем ему заставлять? Ты скажешь, фотограф-то. Нам же, понимаете, нам же не главное, чтобы мы человека запихнули в государственную думу, потерли руки и вообще забыли. Ну, сидится медийная личность, да? Ну, нам желательно, чтобы для народа хоть что-то поменялось. Я не знаю, хоть какую-то небольшую сторону, хоть что-то произошло. Поэтому я вас призываю еще к чему? Медийная личность, это хорошо, я не говорю, что они плохие. Но вот чем движение хорошо? Да у нас, понимаете, вот Анна Левашова, например, которая стримы ведет, да? Кто ее знал? Да никто. А сейчас я вас уверяю, в Новосибирске ее уже все знают. А что она, как бы, ну, она что, кандидат в президенты была или что? Нет, она вот своей постоянной работой, там, все, она вот этого всего добилась. И таких людей, мне кажется, среди наших сторонников-то много. Это знаете, как вот песок промывать золотой, да? Там из стона песка, там, мы берем две-три песчинки. Есть у нас масса людей, которых, да, никто не знает пока. Они пока там не медийная личность. А кто же, Еленовский всегда был медийной личностью? Или еще там кто-то до него? Так наша задача в том, чтобы этих людей находить и их продвигать. Их полно. Ну что, мы живем в тупой стране, что ли? Да нет, конечно. Поэтому, я думаю, вот это наша основная задача, подобрать хороших сандидатов. Как я уже об этом говорю. Отдоможайте, брат. Я думаю, отдать надо. Нет. Отдоможайте, брат. Вот. Извини, что я занял в рейтинге. Я очень рад вас видеть. Я помню, когда у Басмана все делал, он говорил, что победа будет за нами. Он говорит, точно так и будет. Как по лестнице поднимается. Вот. А сейчас я вас вижу. Басмана. Здорово. Просто здорово вообще. Это момент счастья. Это классно. Ну, мы счастливы и вы счастливы. Басмана не только вознесу долго. Это привезут. Мы вместе с вами просто счастливы. Я хочу сказать, что самое главное, это сейчас вот то, что сейчас происходит. Это самое главное. То есть, слава нашим усилиям, как говорится, может быть, и Богу, что он до нас все-таки наступается. И в чем вот сила слова «наше дело правды», потому что это правда. В чем проблема нашей народа? У нас народ мечет из стороны в сторону, потому что он правды не знает. Именно не такой охуенный, как нормально говорить, там, там, Путин, там, вор, там, убийца, так далее. Я это все знаю. Ну, слышал вот это все. И на митинге на почте был как-то мораль, там, так далее. Народу нужна другая правда, позитивная. Что мы можем изменить его для жизни? Вот я сейчас вспомню себя, когда был на Болотной, но... Я тогда был зеленый, ну, пацан. Просто, ну, парень, да. Я работал сейчас на охранной организации. И мы вот как раз стояли вот в этом торговом центре Москва. То есть, напротив, вот, Дума, вот это вот все, оцепление и так далее. И вот прорывались сквозь нас вот эти люди, так называемые там, пресса с названием и все прочее. Плевали у нас и кричали, что из-за таких, как вы, Россия пропадает. Я искренне верил, что они враги. Я правда верил в это. И многие молодые люди сейчас в это верят. Им надо открыть именно понимание того, с чем они могут вообще сравнить. Вот в чем дело. И когда я его стал слушать, у меня Сталин мозги на место вставает. Вот в чем дело. У людей просто нету ни с чем сравнить, нет информации с дороги. Именно этого они боятся. Николай Николаевич, город Клинк. Они правда боятся. Послушайте меня, товарищи. Город Клинк. Вот я так же, как вы, воодушевившись с 19-го года смотрела, что это за человеком. Из-за того, что я видела, выбрать было некого, кроме Николая Николаевича. Я сразу это поняла. Вступила в движение. Вот это время я послушать, начала. Понятия-то нет никакого. Что же нас ввелать? Надо же на местах, как Николай Николаевич говорил. Это действительно правда. Полезное мое. Выяснили. Депутат от КПРР разговаривает. Не хочет. Я обзвонила всех. Один только прошедший армянин. Вот он. Они 30 участков из 90 прикрыли. Он прошел туда в Думу. Вот он только с нами пошел на контакт. Остальные, я вас уверяю, это все бизнесмены, директора, все единородцы. Я как посмотрела, посмотрите, кто депутаты по вашему городу. У нас 25, большая часть единородцы. Гоммунисты. Все. Он делает вид, что он голосует за что-то незначительное против, а что значительное за. Мы когда начали вот это все выяснять, я когда туда залезла, начала получать от депутатов информацию. Этот депутат говорит, вот этот армянин. Он сейчас будет баллотироваться в Московскую областную. Он сказал, уйду, говорит, не могу. Я, говорит, туда пришел, а у них как одобрянцы депутаты. Все эти депутаты, выбранные народом. У них у всех одобрянцы. Он, говорит, я победил только на тех участках, где мы прикрыли, на 30 из 90. Вот мы прикрыли и по общей совокупности, где, говорит, мы не прикрывали один человек. Здесь 50%. И поэтому он пролез туда, но он, говорит, там делать нечего. Они все одобрянцы, говорят, ты чего там выступаешь, что тебе надо? У нас сейчас проблема получилась с образованием. Вот я сейчас в управление образованием хочу пойти на каком основании. У меня голосы дыбы встали, что они дети хотят делать. Вы понимаете, они сделали карту образования дорожное. Они такую карту сделали, а я-то не пойму, в чем дело. У нас народ не понимает ничего. Я выступила у нас там на местном, на Олексе.